Рубрика «Званный гость» у нас в эфире. Это утро будет спортивным и мы рады представить наших сегодняшних гостей. Мурат Бермухаммедов, старший тренер области по джиу-джитсу и грепплингу, руководитель Костанайской академии смешанных единоборств «Казахбарта-Атаран». И Дмитрий Петренко, представитель федерации по джиу-джитсу и грепплингу Костанайской области, спортсмен Академии смешанных единоборств «Казахбарта-Атаран». Доброе утро. Как настроение с утра? Бодрое? Да, конечно, боевое. Вы пришли к нам с замечательными тремя медалями. Думаю, обо всем поговорим по порядку. И начнем тогда, наверное, с хронологического распорядка. В Баку выступали ваши спортсмены, представляли нашу область. Что за соревнования там проходили? Да, получается, в Баку. Мы выехали в Баку, в столицу Азербайджана, 3 ноября. Извините, я уже целый месяц, у меня дома не было почти из-за спортивных мероприятий. 3 ноября выехали в составе сборной, национальной сборной. В составе национальной сборной выступали, получается, четыре куснаевских спортсмена. Мы выехали пятером и привезли хорошие результаты. У нас есть чемпион мира, Катыгов Егор, извиняюсь, Адилхан Ужас, чемпион мира с Кустанайского района, среднешколы поселка Заречник, который занял первое место в разделе грэплинг науги, то есть грэплинг без кимоно. И стал серебряным призером в разделе грэплинг ги, грэплинг кимоно. А также Катыгов Егор, также представитель Кустанайского района, он тренируется в Академии смешанного казахба-тыры, у клуба представителя, стал серебряным призером в разделе грэплинг ги. Я выступил в разделе грэплинг науги, ветераны 35+, занял третье место, получил серебряную бронзовую награду, немножко в этом году не получил. В 2018 году я как бы более удачный выступил, стал чемпионом турнира, но турнир проходил дома, в домашних стенах, все равно легче выступать. Мне всегда восхищает скромность спортсменов, когда они говорят, ну немножко не получилось, ну так бронзовую медаль привез, как будто бы это ну совсем-совсем ничего не значит. Ведь это же тоже результат работы, конечно же, ребят, поздравляем. И знаем, что мы рады, вы были на чемпионате мира по джиу-джитсу и грэплингу в Абу-Даби, да? Сколько спортсменов там было, какие страны были представлены? Да, у нас очень плотный график был в ноябре месяце, вот я вам говорю, вот я до этого говорил, что я возил парня, которые заняли призовые места в Азербайджане. Это вот Адилхана Ужас, Катыгов Егор, им 12-13, 14-15 лет, подростки, юниор. Позже я повез взрослых, получается, в составе национальной сборной. У нас отобрались, сколько, 4 спортсменов, 5-я спортсменов. Мансур Хабибулла, который был чемпионом Казахстана 2019 года, весовой категории 69 кг в городе Атарал. Кусыинов Рамазан, тренер Академии Смеши Недобор-Казах-Батыры, он стал чемпионом в двух разделах на чемпионате РК, также отобрался на чемпионат мира. Доголымова Асель, которая была серебряной призеркой чемпионата Казахстана, также отобралась на чемпионат мира. И Мадаев Адлан. И также я как тренер поехал в сопровождении национальной сборной, так как именно в секундировании допускается именно личный тренер. Обязательно мое присутствие нужно было. То есть не поехать, не поддерживать ребят, просто невозможно. Да, парни и как бы Асель хорошо выступили на чемпионате мира в городе Абудаби. Проходил именно под патронажем Эмиратской федерации, Всевременной федерации, Джиу-Джицу. 68 стран присутствовало на этом чемпионате мира. Очень сложная конкуренция была. Ну а сразу ли покорился этот чемпионат ваш? Сразу ли покорился? Лично вам? Ну, лично. Не первый раз? Нет, это чемпионат мира юная. Я впервые занял третье место именно в этой федерации, именно в таком формате. Мои парни проиграли, но была очень сложная конкуренция, я до этого говорю. Как бы я доволен результатом. Сейчас на экранах мы наблюдаем ваш бой? А, это с боку, это за выход, да, за выход в полуфинал. Или как схватка за третье место, что-нибудь. Да, здесь сенсей откручивает колено человек. Немножко у нас. Качество как бы хотелось бы получше. И вопрос будет, немного, может быть, сейчас прозвучит не по теме, но тем не менее, насколько важно присутствие на соревнованиях тренера? Ой, ну, в связи с последними событиями, оно очень важно местами, всегда. Ну, то есть, это и моральная поддержка, и психологическая, в одном лице, и тактическая, в первую очередь. То есть, со стороны ты себя не видишь же, а со стороны всегда виднее. Сенсей смотрит со своего угла, видит полностью ситуацию, знает, что сказать. То есть, ну, он опытный, он чемпион мира по грэппингу, по джиу-джитсу, сейчас призер в этом году. Он бронзовый, извиняюсь, он тоже по грэппингу и джиу-джитсу. Вот этот чемпионат мира по джиу-джитсу, он самый топовый, самый значимый. То есть, он сенсей выступал среди черных и коричневых поясов. Он не первый раз отправлялся на этот турнир, но именно в этом году он его, можно сказать, покорил. Даже третье место, чтобы завоевать это, я скажу, много дел надо сделать, чтобы туда вообще попасть. Я перестал, потому что многие топы даже не смогли туда зайти, даже в тройку. Соответственно, да, это очень решающий момент, когда в твоем углу человек, который полностью знает эту борьбу, знает тебя, что ты можешь, твои стороны сильные, слабые, знает, что тебе подсказать. Вот, и психологически, морально, где-то есть несостыковки по судейству. То есть, когда видят, допустим, нет тренера, нет старшего, то есть могут там где-то немножко... Немножко засудить. Не то, что засудить, но есть где-то спорные моменты, где нужно мнение двух сторон, например. Это спорт, везде такое бывает, это нормальные вещи. Если вернуться к турниру в Абу-Даби, какие впечатления остались? Чем запомнился турнир, кто, может быть, удивил спортсменов? Турнир, понимаете, джиу-джитсу, я так понял, в мире сейчас, в настоящее время, очень динамично развивается, как современный модный вид спорта. Вот, джиу-джитсу и грэплинг – это такие виды спорта, которые сейчас самые необходимые, именно в смешанных диноборствах, в ММА. Больше представителей нашего вида спорта сейчас выступают именно в смешанных диноборствах, в таких кардах, как UFC, Белатер. Вот, поэтому особое внимание нашему виду спорта. Много зрителей, много... У нашего вида спорта нет ограничений возрастных, как бы, поэтому вот очень много спортсменов болеет за нас без спорта, и много зрителей. Очень, знаете, вот наш этот чемпионат мира, он транслировался по четырем каналам, всемирным спортивным каналам. К сожалению, в нашей стране джиу-джитсу пока еще не так развито, как в Арабских Эмиратах, так как он вошел у них в школьную программу. В школьную программу? Да, у них как обязательный предмет физической культуры. Вот у них выдается кимоно в школе. Надпись «Каждая школа» у нас в спине, вот такое вот, все так серьезно, на государственном уровне развивается. Надеюсь, что и у нас в стране. Вот, кстати, вот наша сборная на чемпионате мира в Баку заняла второе место, призовое второе место на чемпионате по грэплингу UW. На чемпионате мира по джиу-джитсу наша сборная заняла также призовое второе и третье место в командном зачете. Это отличный результат для нашей республики. Да, будем надеяться, что в Казахстане тоже будет развиваться. Будет большие массы людей, которые будут заниматься именно джиу-джитсу и грэплингом. А вот скажите, пожалуйста, джиу-джитсу и грэплинг, да? Это спорт, не имеющий ограничений по возрасту, да? И каждый может им заниматься, или со скольких лет вы принимаете в свою секцию? Ну, мы именно в нашей Академии Розан-Батары мы принимаем детей с шести лет, стараемся принимать детей с шести лет. У нас есть определенные группы, утренние, вечерние, после обеда. Шести, там, ограничено, от шести до девяти, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Стараемся, чтобы дети более-менее, как бы, занимались своими сверстниками. Ну, так, лечиться, тем не менее, да. А вот скажите, пожалуйста, все-таки, когда лучше всего, в каком возрасте лучше всего начинать заниматься джиу-джитсу и грэплингом? Знаете, вот я всю свою жизнь занимался смешанными недоборствами, рукобашным боем, боксом. Не имело никакого отношения к борьбе. И когда вот вышел на татанию, мне уже был, уже за тридцать, начал заниматься браздическим джиу-джитсу, грэплингом. Я осознал, что это мое. Ну, я не пожалел, что я ранее не занимался борьбой, например. Каждый мой свое, как говорится. Нашли свое. Да, пустую чашу легче заполнить, да, как это? Но не ответили на вопрос ограничения. Как это по возрасту есть? А вот возрастных ограничений нету. У нас занимается, например, скажу такой пример, Павел Калинский, все его знают в области, это вот судья международной категории по боксу. Вот мастер спорта СССР по боксу, он у нас занимается. Ему за 50 отлично конкурирует с другими молодыми нашими спортсменами, да, и занимается без ограничений. Но он занимается уже около двух лет, уже получил синий пояс по браздическому джиу-джитсу. Поэтому возрастных ограничений нету. Хорошо, тогда вот такой вопрос, а не имея физической базы, не имея подготовки во взрослом возрасте, начинать можно? Я не говорю о том, чтобы получить медали, но вот просто прийти и заниматься, начать можно? Конечно, самое главное переступить порог зала, я думаю, да, самое психологическое. Дима, это действительно главное переступить порог зала, или главное в нем остаться? Прийти с мотивацией определенной? Главное, да, конечно, и то, и другое играет роль, но главное начать. Многие, ну, рассуждают, думают и так далее. Я сам долгое время как бы думал, я тоже там с бокса, рукопашного боя, скидбоксинг я пришел, ну, из ударных видов совсем. И когда я только начал, можно сказать, я тоже долго думал, надо, не надо. Но когда попал в зал, я понял, что это мое, что я смогу, что и сенсей подскажет и подсказывает, помогает и по сей день во всем. То есть мы не ограничиваемся своим общением на татаме, то есть мы как семья, мы дружим все, то есть в определенных ситуациях мы решаем вопросы все вместе. То есть кто как, чем может, помогает. В этом и есть как бы командное единство, наш девять силы единства, это Кушберликте. Так оно и есть. То есть мало выбрать вид спорта, нужно еще и найти своего тренера, да? Да, и тренера, и сенсея, и окружение, как бы все решает здесь многие вопросы. Так что даже, грубо говоря, если взять по нашему последнему турниру, не последнему, крайне, вот Куба Казахстана, там тоже показали хороший результат. Ну, мы поздравляем тебя с победой. Ну, это не победа, я бронзовым призером стал. Ну, все же приятно. Да. Опять скромно. Это очень такой, в уходящем... Какая была конкуренция? Ну, чтобы было понятно. А занял третье место, я смотрю, не очень доволен результатом. Сколько человек боролись? Да нет, я не то, что недоволен, я-то доволен. Просто, ну, то есть, все равно, когда или ты хочешь стать чемпионом, или ты в призах. Ну, и в призах там, если честно, стать это тоже непросто. И какова конкуренция, я отвечу, конкуренция бешеная просто. Потому что больше 1200 участников на турнире, то есть, это самый главный турнир уходящего года, грубо говоря. Все ехали за победой. То есть, сейчас Новый год, да, это Кубок Казахстана, это республиканский турнир. Следующий, по массовости, это в марте мы проводим у себя чемпионат Казахстана по грэпплингу. Идовый, идовый. Да, нам доверил Канат Ален Тулевбекович. А здесь бойдет в Казахстане. Да, президент Республиканской Федерации Ассоциации грэпплинга. Вот. И большое спасибо хотим сказать также и Дарбеку Ходжоназарову. Это президент Федерации Джи-джитсу и грэпплинга Кусанайской области. Благодаря ему все наши выезды и поддержка тоже осуществляется. Большой вклад он вносит. Сам любит тоже спорт. Триатлоном занимается. Вот. Конкуренция, да, большая. Наш одноклубник, мой друг Азамат Сарбасов выиграл чемпионский пояс среди профессионалов в категории «Адванс». В весовой категории до 84 килограммов. Атлан Мадаев до 77 килограммов в категории «Интермедия» стал первым, что принесло ему звание мастера спорта. В грэпплингу, многожданное. Он к нему давно шел, он давно его заслуживал. Вот. Также Азамбек Жесимбаев стал первым в категории до 58 килограммов. Вот. Категории «Интермедия». Вот. Тоже стал мастером спорта. Улжас Соколов стал мастером спорта. Он чемпион мира по джиу-джитсу среди полицейских и сотрудников силовых структур. Но по грэпплингу он только сейчас выполнил мастера спорта, с чем мы его поздравляем в весовой категории. До 84 боролся в категории тоже «Интермедия». Вот. В целом у нас 8 золотых медалей. Это грэпплинг «Гейм» в кимоно и грэпплинг «Ноги». Это вместе 9 серебряных медалей и, по-моему, 15 бронзовых медалей. Это только Кост-Найская область. Год заканчивается? Вы не подводили какие-то итоги? Не считали, сколько медалей в этом году получили ваши спортсмены? Сенсей считает только для отчета. Он такое отношение. Он сам-то свои медали складывает в комнату и уходит. И он говорит, никогда не заморачивайтесь на них. Если человек... Чтобы человек оставался всегда скромным. И дальше шел к другим победам. Он их сам складывает, бросает, убирает в шкаф и забывает. Ёлку на Новый год вынаряжаете медалями, да? Как делают многие спортсмены, я знаю. У нас уже можно её нарядить. Ты бы ёлку выдержал. По крайней мере, в зале можно вообще нарядить. Полюбоваться своими результатами достижениями. Очень приятно, что наши земляки такие достижения показывают на мировом и республиканском уровне. Очень приятно. Ну а сами вот в обычной жизни чем вы занимаетесь? Мурат, как я понимаю, тренер, да? Дмитрий. Дмитрий. Дмитрий журналист с бэкграундом. Вы, я думаю, в курсе. А сейчас я пресс-секретарь КГПУ имени Султан Газина. Ну, помимо, есть хобби разнообразные, то есть такие, как съёмки, видео и так далее. Кстати, хотелось бы упомянуть, что у нас состоялась также конференция Ассоциации Грэпплинга после Кубка Казахстана, где собрались все представители, главы областных федераций. То есть там решались такие вопросы, как проведение чемпионатов и так далее по календарным планам. То есть очень хороший уровень проведения всего этого. И большое спасибо хотел сказать полностью Ассоциации Грэпплинга Казахстана за такие мероприятия. Это очень большие вклады как и морально, так и финансово. То есть есть неравнодушные люди, которые поддерживают спорт активно. Потому что грэпплинг – это универсальная борьба. То есть это все болевые, все броски удушающие, ограничений практически нет. То есть там и все бывшие борцы вольного стиля, греко-римского дзюдо, казахша-курес, самбо. А в обычной жизни, да, увлечений много, как бы я человек даже, ну, отчасти творческий, но в душе, как бы я всегда был склонен к спорту. В шести лет я пошел, мне мама привела на дзюдо, и как-то я вернулся, как сказать, через годы к истокам благодаря Мурату Газисовичу. Я думаю, что твой личный опыт обязательно вдохновит мальчишек и девчонок, которые только раздумывают. Или, может быть, людей постарше, которые начинают обычно свою жизнь с понедельника, да, как мы все это делаем. Переступают порог в спортзал, например, с понедельника, да, как говорят. А я люблю ходить в спортзал во вторник, потому что новая жизнь в понедельник у них уже закончилась. Да, да, да. Дальше следует вторник. Конечно же, желаем вашим ребятам, вашим спортсменам и вам лично новых побед, которые будут радовать вас. И желаем, чтобы людей, занимающихся спортом, конечно же, становилось больше, пусть приходят в зал обязательно. И вам, дорогие друзья, нам остается напомнить, что этим утром у нас в гостях были Дмитрий Петренко, представитель федерации по джиу-джитсу и греплингу Кустанайской области, спортсмен Академии смешанных единоборств Казак-Батары. Ну и также Мурат Бермухамбетов, старший тренер области по джиу-джитсу и греплингу, руководитель Кустанайской Академии смешанных единоборств Казак-Батары. Наша программа на этом не заканчивается. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok